И вновь перенесли. В Саратовском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Лысенко. Присяжные заседали три дня и, наконец, вынесли свой вердикт, оглашение которого состоялось поздним вечером 17 сентября. Подробнее о ходе процесса репортаж Станислава Жижина. Пока присяжные отвечали на вопросы суда, в холле здания правосудия сохранялось холоднокровное напряжение. Более 50 человек в течение трех дней ждали решения. В списке свыше 90 вопросов. За это время коллегия ответила на каждый. Ближе к вечеру вердикт состоялся. Правда, вопросный лифт был отправлен на доработку. При ответах на вопросы номер 12, 15, 18, 21, ваши ответы должны не противоречить друг другу. После небольшого перерыва судья предоставил слово председателю коллегии. Мужчина по очереди зачитал ответ на каждый из вопросов. Коллегия посчитала, экс-глава Ингельского района виновен по двум эпизодам. Вопрос 91. Виновен Лысенко и МАС в совершении доказанных действий, описанных в 90 вопросе. Ответ. Да, виновен. За. 7 против. 5. В том самом 90 вопросе были озвучены обвинения в коррупционной составляющей при строительстве торгового центра «Лазурный». Виновным экс-главу района признали и в легализации преступно нажитых доходов. По словам государственного обвинителя, делать выводы пока рано. Это всего лишь вердикт. Все станет известно после приговора, который зачитает судья. Однако мнение присяжных будет взято за основу при вынесении решения. Ну мы обязаны с ним согласиться. Это мнение народа, гражданского общества. Я так бы сказал, поэтому мы с ним, как представитель государства, обязаны считаться. Будем ли мы его обжаловать или нет, это после приговора, естественно. Когда судья вынесет приговоры к чиновнику, пока неизвестно. До окончательного решения стороны должны обсудить вердикт. Это займет, по предварительным данным, неделю, две или даже больше. Начать дискуссию планировали на следующий день после оглашения. Но из-за плохого самочувствия одного из адвокатов подсудимого заседание отложили до пятницы.